Книга «Открытым оком» 10 том. Вопрос 2371. Взаимоотношения. Я много раз слышал, что с вами трудно жить. Да всего вам дело, и особенно донимаете всех с экономией всего. То дров много не жечь, то блины, пирожки, чтобы ели в прикуску с черствым хлебом. Воды много не тратили. Господь же запретил думать о завтрашнем дне, ибо он сам заботится о каждом, и все у нас будет, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это мне трудно с неэкономными жить, потому что они создают большие заботы уже не завтра, а сегодня после обеда. То одного у них нет, то другой успели спалить. Господь не говорил, чтобы мы были транжирами и создавали себе нужду на завтра из-за своей неэкономности. Вот они-то как раз и подпадают под заповедь о заботе на завтрашний день. А я прожил уже 65 лет и никогда не беру взаймы по пустякам, и всего у меня в досталь. Матфея 6, 34. И так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Притча 28, 27. «Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий». Сираха 21. Работник, склонный к пьянству, не обогатиться, и ни во что ставящий малое, мало-помалу придет в упадок. Дрова нужны для того, чтобы разжечь уголь, а не для того, чтобы спалить их и потом охать и искать помощи. Затруднять себя и других. Мягкие печенья не полезны для желудка и дорогое удовольствие. Так что и врачи на моей стороне, и карману дешевле. Жить экономно, чтоб с проглядом в завтра. Не сразу все истратить до копейки, а вдруг с зарплатой может не потрафить. И ни гроша на хлеб, хотя убейте. В сарае на год накопил я дров, но постоялец съехал через месяц. Сжег окаянный все, как тысяча воров. Поленницы спалил и стулья вместе. О, завтра наш учитель дармовой напоминает о шикарнейших пирушках. Теперь идти не хочется домой. Так безалаберный сумел покой порушить. А если бы молились без быть разумным, Из сэкономленного милостыню дать, Глядишь, какая-то бы появилась сумма, А так все растранжирил без следа. Кто не живет разумно-экономно, Бананы лопает и жрет не в проворот, Того нужда заест, и не одна, а сонмы. В долги залезет, в кабалу впадет. Учитесь скромности в одежде и в питании, Что подешевле, прочно, безопасно. От безделушек прошлого отстаньте. Соседей не забудь, справляя Пасху. Откладывай помалу для других. Не прожигай, разнежись всю наличность. Сарепте научись печь с чудом пироги. Вдову безлепт найди, Уважь ей кровь и пищу. Неэкономность – бремя для друзей. С живущими с тобой ты всем обуза. Приходится на стол чужой глазеть, С чужого блюда набивая пузо. Жить экономно Библия велит. Благовоспитанный за стол чужой не лезет. Приобретение добра – есть плод святых молитв. Кто в малом верен, тот в большом полезен. 22 сентября 2004 года. Игнатий Лапкин.